Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайв. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Что сегодня с собой представляет Шинанай? Прежде всего творческие дети. Шинанай – это наша семья. Уже 6 апреля ваш коллектив даст отчетный концерт. Расскажите, как идет подготовка? Очень трудно, очень весело. Мне кажется, что всегда надо держать в тонусе детей особенно. Чем будете удивлять зрителя? Секретов никогда не раскрывают. Все концерты, все репетиции, все мероприятия – семья в сборе. Где черпаете идеи и берете вдохновение? Это всегда мои дети. Я тоже не могу жить без нее. Думали ли вы когда-нибудь, что благодаря вам в городе появится такой бренд, как Шинанай? Нет, но мечтаю. Алла Евгеньевна, здравствуйте. Сегодня невозможно представить ни один праздник в городе без участия театра песни Шинанай. Уже 6 апреля ваш коллектив даст отчетный концерт. Расскажите, как идет подготовка? Подготовка идет, как всегда. Очень трудно, очень весело, очень творчески, ну и шумно. У нас это каждый отчетник, вот так мы готовимся. Ну, тяжеловато. Ну, это всегда так. Мы привыкли к этому. А чем будем все удивлять зрителя? Расскажите секрет. Мы каждый год стараемся чем-то удивить. Но я секретов никогда не раскрываю, потому что... А вдруг не сбудутся? И потом вот, обещали, они сделали. Лучше пускай сюрприз будет. Будем удивлять. И в этом году мы всегда чем-то удивляем. Что-то есть у нас. Какая-то изюминка, что-то есть новенькое. И в этом году мы постараемся сделать тоже какой-то сюрприз для нашего любимого зрителя, который приходит на каждый концерт наш. Вы знаете, как трудно сейчас удивлять. И есть у нас такие зрители, которые не пропускают ни одного концерта. И в этом году они уже купили много билетов. И я надеюсь, что мы сумеем и в этом году их удивить. Сидя в зале, зрители оценивают уже готовый результат, да? А с чего вообще начинается подготовка? Если брать, допустим, ну вот нет от отчетника, предыдущая. Хореография, репертуар, картинка, звук, свет. Где черпаете идеи и берете вдохновение? Идеи и вдохновение – это всегда мои дети. Мои дети маленькие, мои дети взрослые. Для меня, те, кто вырос в коллективе и много лет в коллективе, хоть им уже и много лет, они все равно для меня дети. Поэтому, конечно, приходя 1 сентября на работу, я вижу, какой у меня коллектив, и я уже могу понять, какой у меня будет отчетник. Поэтому с 1 сентября мы сразу начинаем готовиться к нашему отчетному концерту. Хоть до него еще достаточно времени. Но время так летит быстро. Не знаю, как у вас. Я только повернулась, уже Новый год прошел, уже отчетник. Раз отчетник прошел, значит, уже лето. Это вот как-то очень быстро. Если бы не было отчетного, наверное, бы это не так ощущалось. Но подготовка, вот это стремление сделать какую-то красоту, стремление поработать со всем, со всем коллективом – это, конечно, очень быстро, поэтому, наверное, летит время. Что сегодня собой представляет Шинанай? Шинанай – это прежде всего творческие дети. Это прежде всего творческие родители. Это, конечно, тендем детей и родителей. И очень большую роль здесь играют и взрослые солисты нашего коллектива, которым я очень горжусь и которым я очень дорожу. Поэтому вот это и есть теперешние участники этого года. Каждый год они меняются. Не было такого года, чтобы закончился год, и на следующий год были те же самые участники коллектива. Совершенно такого не бывает. Кто-то уходит, кто-то новый приходит, кто-то побыл, ушел и опять пришел. То есть это все меняется каждый-каждый год. Вот, наверное, это и есть интерес в работе, когда мы не стоим на месте, когда мы двигаемся и когда мы меняемся. Тяжело отпускать? Очень. Особенно тяжело отпускать тех, кто в коллективе. Вот много лет в этом году у нас три выпускника, которые в коллективе с четырех, с пяти лет. Они уже заканчивают школу, одиннадцатый класс. И я знаю, что не поступят. Я знаю, что это я потеряю много. Вот изюминку потеряю коллектива. Но без этого никак. Но на этом и работаем. Я знаю, что есть дети, которые продолжают заниматься тем, чем они занимались у нас. Где-то кто-то учится, но они не покидают творчество. Они все равно занимаются им. А мы для этого и работаем. Чтобы это осталось в жизни. Не для того, чтобы они пришли, повыступали у нас на сцене и все. И на этом закончилось. Нет. Я всегда говорю, певец – это не профессия. Это твое предназначение, что ты всегда будешь творческим человеком. А сколько в коллективе человек? Какой возраст? На данный момент в коллективе 87 человек. Возраст от четырех и до сорока двух. И каждому свой подход? Каждой группе свой подход. Я не отдельно занимаюсь с детьми. Дети занимаются в группах. Да и взрослые в основном тоже в группах. Они приходят группами, им нравится заниматься. Есть у меня подготовительная группа, есть младшая группа, есть шинонайки, есть старшая группа, а есть группа взрослые. Это где, которые уже водят ко мне своих детей. Это группа взрослые. Так вот, они тоже любят собираться группой. Не индивидуально. Как-то у нас больше групповые занятия. А в группах мы уже все это делаем индивидуально. 30 лет – такая серьезная цифра. На самом деле на сцене Дворца искусства выросло не одно поколение и не одна творческая династия. Можно ли сказать, что сейчас дети другие? И не можно сказать, а нужно сказать, что сейчас дети совсем другие. И как-то я услышала, что это неправда, что это вот все, потому что поменялись не только дети, но и взрослые. Конечно, и взрослые поменялись, потому что ко мне водят родители. Те родители, которые у меня когда-то занимались. И я хочу сказать, что и родители поменялись. Естественно, и дети поменялись. Но и мы же от родителей отличаемся. Тоже от своих, которые нас растили. Они были одни, у них было другое воспитание, у них были другие ценности. Мы совсем другие. Так же и молодежь, так же и дети. Они будут тоже другие. Ценности меняются. А как распознать талант? И можно ли научить петь того, как говорят народе, кому медведь на ухо наступил? Я скажу, да. Через мои руки проходит очень много детей. Прошло очень много детей. И я могу назвать много солистов, которые пришли с нулевыми данными. Которые пришли детьми. И три года они... Главное терпение, чтобы родителей хватало. Три года или пять лет они вообще гундосят, вообще не поют. А потом, или это потому, что они вырастают, или это потому, что действительно занятие что-то дает для них. Какие-то... Дети развиваются. Если вы отдаете в школу, ребенок не может читать, не может писать, не знает английский, не знает математики. Вы же его отдаете в школу, чтобы он развивался. Да. Так и здесь. Вы отдаете, чтобы ребенок развивался. Он должен развиваться. Это же ребенок. И я даже вам больше скажу, если даже взрослый придет, у него есть какие-то данные, он тоже может развиваться. Но там все равно данные уже должны быть у взрослого. А про ребенка чего говорить? Английский он учит. Математику он понимает. А идет в школу с нулевыми знаниями. Так и здесь. То есть все в себе можно развить? Можно. В том числе и пение. Алла Игоревна, расскажите немножко, как начался ваш творческий путь? Думали ли вы когда-нибудь, что благодаря вам в городе появится такой бренд, как Шинанай? Нет, но мечтала. Я приехала в Абруйск с надеждой, что у меня что-то будет новенькое. Не просто музыкальная школа, где я собиралась идти работать. И откуда я уехала за границу на пять лет. И я думала возвратиться в музыкальную школу. Но мне повезло. И я попала в Дом культуры тогда. Думала, мечтала. Но, может быть, не так грандиозно, как получается сейчас. Но мечты были. Не узнаю я, сколько лет тебе, читающему эти строки. Но поверь мне, все это бред, что ностальгия спутницы одиноких, что у нее морщинистое лицо и все повадки строптивой дамы. Поговори по душам с отцом и поцелуй, пока можешь, маму. Коллектив Шинанай – это не одно поколение музыкальных исполнителей. Сегодня среди участников вокалисты от мала до велика. И всех их взрастила бессменная руководитель ансамбля Алла Ефименко. Большую часть вокалистов коллектива занимают дети. Многие из них занимаются с самого раннего возраста. За это время было многое. Взлеты и падения, яркие выступления и первые ошибки. Но всегда рядом с ними оставался человек, говоря о котором на лице каждого из них появляется улыбка. Шинанай – это наша семья. Это не просто коллектив. Я обожаю Аллу Евгеньевну. Она как вторая мама. И очень интересный и запоминающийся человек. Мне кажется, что всегда надо держать в тонусе детей особенно. Поэтому Алла Евгеньевна – она очень добрая. Она помогает во всех проблемах, которые могут случиться во время разных концертов. Она всегда наставляет, куда надо идти, как правильно надо что-то делать. И всегда, если нужен какой-то совет, всегда можно обратиться к ней. Она всегда поможет. Алла Евгеньевна для меня очень близкий человек. Она просто вот как мой член в моей семье. И я просто, я тоже не могу жить без нее, потому что я уже привыкла ее видеть на протяжении 13 лет, практически каждый день. Для меня она очень дорогой человек. И я могу ей доверить все мои секреты. Я могу рассказать ей что-то о своей жизни. Я могу с ней поделиться чем-то. Она мне может дать совет. За время работы Аллы Ефименко Шинанай стал не просто местом, которое объединяет людей здесь и сейчас. Это была любовь с первого взгляда. Так Маргарита Халатова рассказывает о своем знакомстве с руководителем. В Шинанай она попала еще в начале нулевых. За годы творческой жизни голос солистки прозвучал на лучших концертных площадках Беларуси, России, Болгарии и Турции. Для меня театр песни Шинанай – это первые конкурсы, первые аплодисменты, даже первые разочарования, первые друзья, первая любовь, первые расставания. Для меня Шинанай – это жизнь. Ансамбль может похвастаться целыми локальными династиями. Как пример – семья Маргариты Халатовой. Вместе с мамой творчеством занимаются ее дочки. Я такая очень беспокойная мама, и для меня было важно, чтобы мои дети находились рядом со мной 24 на 7. И я выбрала прекрасный путь, разделив с ними хобби. Поэтому теперь все концерты, все репетиции, все мероприятия – семья взбыли. Все должно быть с желанием, все должно быть с любовью. И если мои дети захотят стать врачами, я их поддержу. Но пение раскрывает в них самое сокровенное – их душу. Для многих людей Алла Евгеньевна стала творческой мамой. Но в первую очередь она остается матерью для своих детей. Сын прославленного руководителя ансамбля Виталий Гордей – известный исполнитель не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве. За его плечами далеко не одна музыкальная премия и ряд достижений. Во многом, по признанию самого артиста, его творческому становлению поспособствовало родительское воспитание. Я ей очень благодарен, потому что всегда ее советы носили такой информационный характер больше. То есть это был именно совет. Не приказ, а именно совет, от которого я, как правило, раньше отмахивался, а сейчас я каждое слово ловлю. И, в общем-то, на данном этапе у нас, конечно, не замечательное отношение. На сцене шинанаевцы – музыкальные исполнители. Но многие из них связали жизнь с другими профессиями. Евгений Товстик известен бобруйчанам как инспектор гор-райотдела по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на это, он завсегдатай любых мероприятий. Несмотря на наши заботы и работы взрослых солистов, мы находим время всегда прийти в Шинанай, поучаствовать в концертах. Скажу даже более, что с приходом Шинаная в жизни каждого взрослого солиста у нас, у каждого появился дополнительный праздник в году. Это весенний концерт. Это большой весенний концерт, на котором за счастье поучаствовать, за что, конечно же, спасибо коллективу Шинанай и Олег Гене. Любой творческий коллектив – это в первую очередь объединение по интересам. Но если добавить к этому ту заботу, которую оказывает своим подопечным Алла Ефименко, то мы получим уравнение, которое звучит очень просто. Шинанай равно семья. Спасибо, мы скажем тем, кто рядом в любой беде, всем радость напополам, тянуть очень важно нам. Мы вместе еще споем на тысячи голослов, мы счастье свое найдем из самых красивых слов. Вы не пошли по чему-то стопам? Мама – химик. Я химию никогда не любила и не могла пойти по этим стезям. Виталий Гордей, он все-таки рос. Вы прививали ему любовь к музыке? Ну, не прививать любовь к музыке нельзя было, потому что он был одним из солистов. Можете ли вы представить жизнь без этого коллектива? Без Шинаная я не представляю. Может, потому что у меня нет удачи? Какое внимание вы уделяете репертуару? Что вот обязательно, без чего нельзя представить концерт? Должна быть патриотика, должна быть беларусь. Это без этого ни один концерт не проходит. Насколько я знаю, у вас никого с музыкальным уклоном, то есть вы не пошли по чему-то стопам, да? Как вот пришли к тому, чтобы все-таки пойти музыкально? Я должна быть стать музыкантом, потому что музыкальная школа дала свое знать, образование дает. Плюс еще муж музыкант, плюс мама химик. Я химию никогда не любила и не могла пойти по этим стезям. Кстати, у меня и сын химию никак не воспринимает. Все остальные предметы на ура, а вот химия не пошли в мою маму, то есть сыну бабушку, а мы как-то все связались с музыкой. Я не представляла себе другой специальности, другой профессии, кроме как музыкант. Не важно, учитель музыки в музыкальной школе, учитель пения в музыкальной школе, а я работала тоже на этой должности, или вот как сейчас руководитель коллектива. Я, кстати, сюда приехала и стала работать не руководителем вокальной студии, а у меня была платная студия игры на фортепиано, я целый год занималась студией игры на фортепиано платного дворца. В Доме культуры, тогда он назывался Дом культуры, потом, только через полтора, через год, стала появляться вокальная студия. Вот мы затронули тему вашей семьи, да? Ваш именитый сын Виталий Гордей, он все-таки рос, вы прививали ему любовь к музыке, или у него просто даже не было мысли выбрать что-то другое для себя по жизни? Ну, не прививать любовь к музыке нельзя было, потому что он был одним из солистов нашего коллектива, которым много лет, ну, кто нам поможет, кроме как мне родной сын, да? И я хочу сказать, что он до 18 лет очень пел вообще средне, можно сказать так, слабенько. И только после 18 лет у него стали появляться какие-то интересные ноты, какой-то интересный тембр. Это вот лишний раз доказывает, что можно развиваться и с этим заниматься. Он занимался не тем, что мне нравилось, у него были группы, он занимался какими-то группами, но Шинанаю никогда не бросал. Поэтому сказать, что он шел по своей стезе, нет, он все равно делал то, что хотела я, и поэтому он Шинанай и пел. А остальное, что было его увлечением, он уже свободно от всего времени занимался. То есть можно сказать, что Шинанай для него стала такой хорошей стартовой площадкой? Скорее всего, да. Он все равно перешел потом полностью в Шинанай. Группы группами поигрался, много сменил групп, но вернулся в Шинанай, и отсюда уже пошла его творческая деятельность. А что лично для вас сегодня значит Шинанай, и можете ли вы представить жизнь без этого коллектива? Нет, конечно, нет. Я даже не задумываясь это скажу, потому что я думала, с возрастом это проходит. Я думаю, с возрастом можно спокойно спать, что ты уже за плечами столько всего сделала, и столько всего умеешь делать, что каждый концерт отчетный, это уже будет, ну, не сравнить, как раньше было. Нет. Это еще больше бессонных ночей, это еще больше желания сделать что-то вау, это еще больше требований от детей. И с годами это не проходит. И без Шинаная я не представляю. Может, потому что у меня нету дачи, может, потому что у меня еще нету внуков, может, потому что меня никто не отвлекает, а наоборот, мы с мужем вместе, и с Виталиком, и как-то вот у нас разговоры в основном только Шинанай, Шинанай. Я не представляю по-другому себя. В Абруську, на самом деле, повезло, что у вас нет дачи, потому что... В Абруську, да, мне не знаю, но мне тоже говорят, что мне повезло, что нет дачи, что это хорошее дело, только когда в гости ездишь. Насколько важен вот репертуар, да, то есть у вас это так, он подобран грамотно. Какое внимание вы уделяете репертуару? Что вот обязательно, вот без чего нельзя представить концерт? Вы знаете, раньше это мне не придавало такого значения. А вот когда мы стали уже заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь, я поняла, что это большая ответственность. Я поняла, что мы задаем планку, на которую должны смотреть все коллективы нашего города, потому что мы заслужены. И я считаю, что все заслуженные коллективы должны так работать. И поэтому, когда мы делаем отчетник, я обязательно понимаю, что должна быть патриотика, должна быть Беларусь. Это без этого ни один концерт не проходит. И если песни подбираются, они подбираются соответственно возрасту, они подбираются соответственно настроению. Ну и, конечно, чтобы они, кроме песни, еще несли какой-то воспитательный процесс. Но я так работаю, я так привыкла работать. Раньше, наверное, я к этому так не относилась. Но с тех пор, как мы стали заслуженным коллективом в Республике Беларусь, я стала по-другому относиться к программе. Это очень сложно подобрать песни, чтобы они не только подходили по сценарию, чтобы они подходили и певцам, исполнителям. То есть, чтобы они подходили по характеру нашего концерта. Но, тем не менее, я понимаю... Есть, конечно, не каждый концерт проходит гладко. Сколько людей, столько и мнений. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Я не стараюсь всем угодить. Я стараюсь делать то, что мне нравится, и то, что я считаю нужным. Я прислушаюсь к мнению даже своих взрослых солистов. Они не первый год работают в коллективе, поют, работают неправильно, работают, это когда деньги получают. Я имею в виду, поют в коллективе. И они мне много чего подсказывают. Много чего подсказывает мне мой сын, который приходит на репетиции, может мне сказать, нет, это никак. То есть, я прислушиваюсь к этому. Но основу все равно и точку ставлю, конечно же, я. Потому что я несу ответственность за коллектив. И во всем должен быть смысл. Естественно. Есть ли у вас топ любимых артистов? Я думаю, что первое место, конечно же, займет Виталий Гордей заслуженно. Ну вот, если так брать. Вот кого вы берете пример, может быть, или кто вам близок по душе? Наверняка это будет не один артист, я думаю. Я не могу сказать, что мне нравится какой-то определенный артист. Я могу сказать, какие песни у артистов мне нравятся. Я сужу по репертуару. Я сужу по тематике, какую исполняет артист. Я сужу по мелодике артиста, по тому, как написана песня. Конечно, сейчас обращаешь внимание на все. Раньше так ты не обращала внимание на стихи, больше на музыку. Теперь в совокупности обращаешь внимание на все. И я скажу, что нет определенного артиста, который сказал, что все это мой кумир, все там, шаман, например, как сейчас всем очень нравится. Да, он мне тоже нравится. Не потому, что он поет патриотику. Естественно. Мне нравится его манера работы. Мне нравится его подача. Мне нравится его уверенность. Я не вижу пока этого и не видела ни у какого другого исполнителя. Шаман мне идет именно по своей характеристике исполнения, по тому, как он поет. Другой вопрос, второй вопрос, что у него классные песни, хорошие песни, патриотика и любовную тематику он хорошо поет. Но я обращаю внимание прежде всего на исполнение песни, а потом уже на песни. Белорусских композиторов очень люблю Дроздов. Я буду несовременна, я буду неинтересна, потому что, так скажет, наверное, каждый третий житель нашей республики теперь, кто побывал на их концерте. Мне нравятся их песни. Мне нравится наконец-то, что у нас появились белорусские песни, которые заряжают. Мне нравится наконец-то, что у нас появились белорусы, натуральные белорусы на сцене. Кому-то это не нравится. А я, наверное, вот, может, возраст это, я не знаю. Очень люблю вот из всех певцов Стасу Пьехов, хотя ни одной песни мы не поем его. Потому что мне кажется, что если перебивать, оно должно быть не хуже, чем у исполнителя. Так вот Стасу Пьехов у меня никто не может перебить. И как-то я никому не могу его, ни с кем не могу, его ассоциация ни с кем не происходит. Поэтому я ездила не на один концерт Пьехи, но вот такое вот у меня предпочтение. По тембру, тембрально, я опять-то говорю, по тембру. Может, не по песням даже, а вот по исполнению, по тому, как он себя преподносит на сцене, как он работает с публикой. А прежде чем это понять, надо съездить на живые концерты. Я на многие живые концерты ездила. То Стас Пьехов зашел. Зашел вот в душу. Самое сердечко. Да. Можно съездить на концерты, посмотреть костюмы. Можно съездить на концерты, посмотреть, как работает бэк-вокал. Можно съездить, например, к Славе мы ездим на концерты. У нее интересный бэк-вокал, который не бэк-вокал, еще и танцевальная группа, еще не танцевальная группа, а группа поддержки. Ну, разная. Разные исполнители, разная подача песни, разная работа творческая. В 2014 году вам присвоили звание «Человек года Могилевщины», а в 2020 вы стали почетным гражданином города Бобруйска. Что лично для вас значат эти титулы? Это большая ответственность. Это благодарность за то, что в меня поверили, а в меня поверили в 2014 году. И я понимала, что я должна дальше развиваться еще круче, еще больше, чем «Человек года». Поэтому и работа стала совсем другая. И я смотрю, это передалось и родителям моим, и детям моим, которые в то время у меня были еще малышами, а в это время они уже у меня взрослые, такие, я называю их старшей группой. Они эту ответственность со мной восприняли очень хорошо, и они понимали, что от них я хочу. И мне было очень хорошо с ними работать, мне было с ними удобно работать, и они меня очень поддерживали. И за премию «Человек года», которую выдали, такие деньги большие, первый раз я получила за свое творчество, я их тут же, не выходя почти из зала, отдала на поездку на конкурс в Турцию. Все эти деньги. Я приехала в Бобруйск, ну, как я говорю, не выходя из зала, это значит, что я их даже не приносила домой. Я их тут же отдала на поездку. Это была первая поездка за границу, это было первое начало наших поездок за границу. Ну и потом пошли заграничные поездки, мы там познакомились с организаторами других конкурсов, и как там каждый год стали ездить за границу. И много чему научишься, много чего можешь взять с этих конкурсов, и это помогало, очень помогало. Я думаю, вы не пожалели о том, что сделали такой шаг. Никогда. Деньги сегодня пришли, завтра ушли. Мы с вами общаемся в канун такого прекрасного весеннего праздника, да? Что пожелаем нашим женщинам, может быть, мамам, может быть, участникам вашего коллектива в канун такого прекрасного женского дня? Я 8 марта всегда считаю женским днем, и поэтому я хочу, чтобы в этот день женщин поздравлять только мужчины. Это знают мои родители тоже. Я не люблю, когда женщины поздравляют женщин с 8 марта. Это, наверное, неправильно, но это так заведено. Поэтому я могу поздравить женщин с 8 марта, не только нашего коллектива, но женщин всего города, с пожеланием, чтобы с этим праздником их поздравляли в основном мужчины, чтобы они это чувствовали, заботу не только 8 марта от мужчин, и поздравления были не только от мужчин на 8 марта, но и в любой день, праздничный день, который в семье, который проводят они со своими любимыми. То есть 8 марта не раз в году. В пользу случаем тоже хочу вас поздравить. Хоть это не ваш принцип, но все же я вам желаю творческих успехов. Спасибо вам за то, что благодаря вам в городе есть такой бренд прекрасный, за то, что вы воспитываете наших детей. И здесь уже речь не только про вокальные данные, но и про патриотизм, как мы общались. Спасибо, что вы есть, и я надеюсь, что дальше будет только больше и лучше. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.